Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 26 марта и наши традиционные посиделки, ответы на вопросы. Вот сегодня выставила новые видео про светильники, тут уже разгорелся спор, как обычно. Весь наш лагерь огороднический разделился на две части, на два лагеря, одни за, другие против. Но это как обычно, впрочем. Так, вот, сегодня же рассказала, как пикирую рассаду с объяснениями. Потому что первое видео выложила про пикировку, и после этого посыпалась куча вопросов, обязательно ли отщипывать корешок там, можно ли так, можно ли это. Я постаралась во время пикировки на все это ответить. И когда я читаю, вот деревенские посиделки пишут, ничего нового не услышала. Когда я читаю такие комментарии, я очень рада за тех зрителей, которые вот это пишут. Но это значит, вы уже на ступень выше, чем те зрители, которые задают вот такие вопросы, для которых очень интересны эти видео с подробным описанием. Еще раз про разный уровень информированности, про разный уровень опытности. Раз вы ничего нового не услышали, значит, этот видеоролик был действительно снят не для вас и адресован был другим людям, которые новое что-то, наверное, там услышали, раз они спрашивают об этом. Вы будьте немного лояльнее, не будьте такими эгоистами. Если вы все знаете, то некоторые не знают. Ладно, пойдем дальше. Вот Татьяна Баринова пишет, про светильники тут у нас все спор, что Оль, надо добавить, что ваша рассада часто гуляет в пристенной теплице, и там получает хорошую зарядку. Да, я всегда говорила, что это играет большую роль, но, Тань, у меня же было время, были годы, когда у меня не было этой пристенной теплицы, а пользовалась я все равно этими лампами. Лампы-то появились раньше, чем теплица. Поэтому я знаю, что можно вырастить все на них. Это, конечно, обращено к тем людям, которые, ну, некоторые, например, живут на пенсию, они не знают, как выгодать такую-то лампу купить несколько светильников. А вот я, например, у нас фитолампы очень дорогие. Я искала целый год и купила за 700 рублей вот эти вот лампы, это очень дорого. И у нас их даже нет в продаже. И некоторые люди думают, что вот им бы эту фитолампу, и тогда бы все пошло вот как по маслу. Но я и многие, кстати, вот дальше прочитаю комментарии, многие подтверждают, что никакой сильно разницы нет. Может быть, действительно, как люди пишут, это маркетинговый ход. Вот про капусту подробное было видео, пишет Рома, очень затянуто, покороче, пожалуйста. Но опять же то же самое, что кому-то надо короче, кому-то надо длиннее. Нас несколько тысяч, мы одним нужно вообще все разжевать, другим нужно очень быстро. Никак не получится, что один видеоролик подойдет сразу всем. Тут придется кому-то терпеть, или тем, или другим. Вот пишет Татьяна Ледовских. Оля, здравствуйте, спасибо за поэтапные ролики, стараюсь следовать всем. Это вот как раз, где пикирую рассаду с объяснениями. Видите, кому-то не нравится, что все то да потому, а кому-то это необходимо. Спасибо. Большое спасибо за подробную информацию. Хочу поблагодарить подписчиков, это не я, а Татьяна пишет, которые делятся своими наблюдениями. Это также очень важно, всем теплой весны. Я вот хотела про это сказать, что мне-то иногда некогда. Я выложу это видео, казалось бы, можно было бы и поподробнее все это объяснить, но печатать, спрашивают у меня, задают вопросы, печатать некогда. А иногда посмотрю, такой комментарий человек напишет, так он еще и лучше меня объяснит, все подробно расскажет, посоветует. Я тоже очень благодарна, хочу к Татьяне присоединиться, что люди откликаются, отвечают за меня на вопросы зрителей, если у них есть опыты удачные, почему бы не научить других, не посоветовать что-то. И возможно, что вот с комментариев я уже сто раз говорила, что вы найдете даже больше информации, чем с моего короткого ролика. Ролики ограничены же, ну 5, ну 7 минут, я же не буду сидеть все рассказывать. А напечатать иногда люди печатают такие большие тексты, можно много. Вот пишет Ольга Редькина, у меня возник такой вопрос, подвержен ли заболеванию фитофторы сорт томата сибирский скороспелый. Только недавно его распекировала, такой хорошенький, неужели можно ставить некоторые сорта в статус? Зря его посадила, он самый первый заболеет фитофторой, бывает ли. И вот деревенские посиделки пишут, что скороспелый как раз менее подвержен фитофторозу, так как созревает раньше, и вы успеете их снять до фитофторы. Я только хотела сказать, с языка сняли, что я только что читала в характеристике у сибирского скороспелого, они же похожи, белый налив, сибирский скороспелый. У них более короткий вегетационный период, чем у тех, которые до сентября, до октября у нас висят. И там написано, что благодаря быстрой и дружной отдаче урожая вы успеете снять урожай этот до наступления массового заболевания фитофторы, который обычно в конце осени у нас. Ну-ка, что дальше пишут? Я читала характеристики, короткие, начали тут холодную. Так, ну ответ я читать не буду. Но вот я подтверждаю, вот то, что пишут деревенские посиделки, я тоже такого же мнения, что скороспелые сорта, они выгодно отличаются тем, что у них короткий вегетационный период, и что до фитофторы они некоторые даже не доживают, мы уже съедаем их. Так. И вот про этот, про прощипку корешка, что пишет Надежда Дача, у нас тоже чем глубже, тем больше глины, там помидоры точно ничего не найдут. Вот некоторые говорят, что зря отщипываете вот этот кончик корешка, портите дальнейшую жизнь томатом, что им надо вглубь туда пробираться, там на метр, там они находят что-то, и воду, и питание, большой корень. У нас там ничего не найдешь. Вот еще один, это как продвигатель сайта про цветок. Информация по биопрапоратам, сайт про цветок. Ирина, я думаю, что все знают про сайт про цветок, и вообще это не очень корректно, заходить на один сайт и рекламировать другой. Все, кто смотрит меня, они все смотрят про цветок, и дополнительного вот этого, как сказать, агитации этому сайту не нужно. Так. Так, я огородник начинающий, без большого опыта, и мне узнать советы очень полезно. И вы правы, много смотришь разных видео, а для себя определишься, нравится или подходит. Ну, нравится и как подходит. Ну, это я говорила про то, что нет однозначных советов, хоть я, хоть кто, все, что советует, вы слушайте, и выбирайте для себя именно подходящий вариант. Не обязательно повторять именно то, что я говорю. Если вам это не подходит, значит, это не ваш метод. Вот сегодня тоже начну пикировать томаты, как и у вас, посажены 23 февраля. Вот я как раз их и пикирую. Прошу вашего совета, Наталья Николаевна. Когда можно в ближайшее время посадить томаты для открытого грунта? Живую зеленую дождь, Красноярский край. Сейчас я, кстати, быстренько-быстро посмотрю. Так, где у нас томаты? Вот 7-12 по календарю, если соблюдаете календарь, благоприятные дни. А я вообще буду каждый день сейчас сеять вот эти ранние скороспелые до конца марта. Там по лотка, по лоточку. Сейчас ни новолуния, ни полнолуния, по-моему, нету. Неблагоприятные дни. Когда у нас... Неблагоприятные дни будут только 30-31 марта, а потом 1-го апреля. Так что можно до конца марта сеять. Так. Ну, тут Елена тоже пишет, Романова, что каждый должен знать сам, как ему удобно. Правильно вы говорите, лучше будет. И про таблицы мне тоже говорили, что вы вот советуете таблицы, но там не все... Вот про пожелтение листьев. Я говорю, ну к таблицам, к каждой таблице, которую мы в интернете смотрим, ну еще надо прикладывать свою голову. Это, конечно, ну вы прочитали, информацию переварили и думаете, вам она подходит или нет. Не значит же, что вы услышали или что вы прочитали, все нужно делать. Вот про светильники пишет Елена Кабального. У меня тоже прекрасно растет под обычной лампой, а фитолампа оказалась ерунда. Спасибо вам огромное за частность, приятно общаться с такими людьми. Дело в том, что я... Мне выгоды нет врать, что вот, например, это хорошее, это нехорошее, я ни теми, ни другими лампами не торгую, я их не продвигаю. Просто я знаю, что у меня нет разницы. У меня что на этом стеллаже, что на другом стеллаже одинаково. Вот там сейчас дальше дойдем. Пишет один... А вот молодой человек, сейчас разница есть, очень видна она. Вот пишет Ирина Вагазова. Извините, расстояние важно для томатов. Там, где я по светильникам показала, там у меня каша сплошная. Ирина, я знаю, что расстояние важно, и я никакие другие сорта, ни бычье сердце, ни король гигант, ни Анжела гигант, ни загадку природы, я вот так не посажу. Я же понимаю, что их нельзя, что нужно расстояние. Но это специально выведены сорта, которые можно выращивать загущенно. Они позволяют себя загущать и в рассаде, и в посадках в открытом грунте. Я уже говорила, это вот группа вот этих толстоногих, которые не вытягиваются, которые затенение прекрасно они переносят. Я понимаю все, что нужно расстояние, но вот я специально выбираю вот эти сорта, большинство у меня их, которые можно выращивать загущенно, для которых расстояние не важно. Но если рекомендации специалистов, у них 6 кустов на 1 квадратном метре надо выращивать, ясно, что они, значит, они к этому приспособлены, может быть, им даже это нравится, не знаю. Но они растут хорошо. Вот, про светильники. Вот один мужчина, который вот прям за фитолампы, Дарма, ну не русское какое-то имя, или что это, разница есть, вы только ее не видите. В фитолампах есть спектр цвета, которых нет в обычных дневного цвета. Уже доказано на опыте, что корневая система лучше развивается с синим и красным спектром. Я все понимаю, что это научно доказано на опыте, корневая система лучше развивается. Но вот, а у меня это что, не опыт? Если я вытаскиваю, например, из стаканчика на этом стеллаже и на этом стеллаже, сравниваю, и корневая система развита одинаково. Это ведь тоже опыт. Он разве не доказывает, что у меня… Ну может быть у меня такие, Как сказать, какие-то простые лампы Что они действуют как фитолампы И корневая система развивается Но я буду стоять на своем прям до конца Что фитолампы, что простые лампы Одинаково для рассада Но никакой разницы нет И большинство людей со мной соглашается Что может быть спектр И может быть им да, полезнее Но я не вижу никакой разницы Никакого как чудодейственного Такого свойства У них нет Наталья Орлова пишет В прошлом году выращивала Настеньку в открытом грунте Семена прислала А, ну это Ольга Павловна Рассада была красивая, кусты просто подвязали И ничего больше не делали Это вот уже видео про самые неприхотливые Выносливые сибирские сорта То же самое могу сказать о сортах Демидов и Петруши Огородник Спасибо Ольга Павловна Таких томатов у меня никогда еще не было Но я вот ей ответила и скажу всем Что их таких томатов целая серия Они неприхотливые, удобные, красивые, вкусные У меня они тоже в фаворитах У меня большинство участка засажены именно такими сортами Вот эти вот, которые под светильниками стоят Которые загущенно позволяют себя выращивать Я сейчас начну видео обзоры этих сортов И вот как написала Наталья Орлова Что таких томатов у меня никогда еще не было Я поняла, что некоторые люди даже не знают Что существуют такие томаты Что можно более... Как у меня спрашивают? Ой, когда вы все успеваете делать? Ну просто если подобрать такие сорта томатов Неприхотливые, то ведь уменьшается Количество трудозатрат в два раза Вот как Настенька Он и крупноплодный, он и вкусный Но в то же время его можно не посынковать Он толстоногий, не вытягивается в рассаде И все это, конечно, за счет того Что правильный подбор сортов И намного меньше время тратишь Я все успеваю Пишет Татьяна Воротынцева Я согласна, у меня есть и те лампы Обыкновенные разницы я не увидела Но вот я и говорю, что многие согласны со мной Вопрос не по теме ролика Огурчики взошли, чем поливать Как ухаживать на ранней стадии рассады Но тут самое главное то же самое Нельзя их переливать Ну и нельзя, чтобы грунт подсыхал К ним вот относиться так же, как к петуниям Им нужно, чтобы и влажно было Ну и чтобы не сильно То есть вот когда маленькая рассада огурцов Они тоже очень такие щепетильные Они как детки Ну а так обыкновенно я просто поливаю Иногда в первые дни светло-розовой водой Марганцовки, чтобы немножко как дезинфекцию делать А потом просто водой Лучше всего, конечно, поливать с поддона Чтобы сверху их не заливать Но я поливаю всякое И так, и так Светлана Лебедева тоже поддерживаю У меня одна полка подсвечивается фитолампой Другая просто светодиодная лампа За 280 рублей Под простой лампой рассада лучше, чем под фито Честно Вот как так? Ну кто-то не согласен Так Мне очень нравятся ваши объяснения Пишет Татьяна Калинкина И видео с вашими работами А то, что беспорядок Так это работа не на выставку Ну это старый еще ролик прошлогодний, да? Где меня там осуждали Что вы бы сначала убрались Порядок навели А потом бы видео снимали Но я специально не буду порядок наводить Я как говорила, что я не на ВДНХ Я работаю Во время работы снимаю Пишет Татьяна Абрашкина Да, купила небольшую фитолампу Оказалось, фигня Ни хрена не растет Потому что мало света Согласна Ламп лучший Ну короче, фитолампа реклама Вот пишет Татьяна Романовская В этом году такая ситуация получилась Именно с помидорами Спасибо за ваши советы А то хотела выкинуть Вот где про вытянувшуюся рассаду Но там и другие роли И другие комментарии Не очень хорошие есть Под этим видеороликом Так, посела первый раз петрушу Вот пишет Марина Красильникова Была во Вьетнаме Ездила на экскурсии Все подсвечивается Обычными люминесцентными лампами Где расположены теплицы Километры теплиц Никаких фитоламп Ну а китайцы-то Они умеют выращивать Пишет Оля, вы показываете пачку томатов наружную А внутри вложен маленький дешевый пакетик Это маркетинговый ход производителя Для сбора денег Где Настенька настоящая? Но у меня Настенька Знаешь, Ларис Знаете, я покупала давно-давно В простом белом пакете Вот таких вот красивых пачек еще не было Это, конечно, дорогая Она сколько-то там 20 или больше 20 рублей стоит Я взяла ее для образца Чтоб людям показать Вообще я покупала в белом пакете И вот из года в год У меня свои семена уже давно Эту Настеньку я не сеяла Я ее и сеять не буду Я просто показала, что Вот как вариант семена Алтая Ну вот прочитала сейчас комментарии Что люди недовольны Покупали семена вот такие И ничего у них не взошло Я даже не открывала, не смотрела, что там Потому что у меня своих семян, Настеньки Уже много-много лет свои И я, конечно, магазинные стараюсь не сеять Аля пишет, Венедиктова Десятилетиями светили простыми И выращивали рассады В этом году прям ажиотаж Реклама очередная Так, потом Вот Ира пишет Посеялась в такой пачке Настеньку И рассада получилась тонконогая Вытянутая Не сравнить с рассадой демидов Ну значит это Что-то не Настенька Она вот толстая такая же Предполагаю, что пересорт с Настенькой попался Посмотрим, какие томаты вырастут Совпадут ли с описанием Ну тут про грядки Что разделила на грядки Тут у меня сейчас нет времени про грядки Потому что осталось совсем мало минуточек Когда спрашивают Про расположение теплиц Это надо вникать Надо садиться Представлять себе эти грядки Сразу не ответишь И вот так вот В режиме нон-стоп Я не смогу Ничего ответить Так Когда сеяли томатики Какого числа у меня посеяно Месяц назад Очень худенький Вытянут Люминисцентные Вчера приехали Купили фито Надо чем-то подкормить Я если честно Не помню Дату точно Когда они посеяны Но Им наверное больше месяца Полтора наверное месяца Ольга Харламова пишет Спасибо большое Вовремя сняли ролик Прям знали Что меня этот вопрос Про лампы мучил Вот я пишу Рада Что развеяла Ваши сомнения Но Так Делиз Вот Ну тут опять спрашивают Какого числа посеяны Эти Я точно не помню Им полтора месяца И семена Какой фирмы Предпочитаете сажать Ну семена Я предпочитаю Сажать только свои Я когда беру Какую-то фирму На развод То мне все равно Какие Беру те которые Надо именно развести Две-три Два-три куста Вырастет И хорошо И дальше Я своих размножу Ну вот Пишут Автозавчасти Люминсцентный светильник Это прошлый век Растения будут Под ламп Растения будут Расти под любой ламп Им нужен свет Вопрос о том Что под фитосветильником Растение растет быстрее Раньше зацветает Ну не видела Я не заметила Это надо учитывать При досветке фитоламп Срок выгонки Рассада уменьшается Если покупать Ну короче Тут пишут Покупайте только Бекалор Покупайте только Бекалор Обогащайте Торговцам Фитосветом А мы белым Более эффективным Будем пользоваться И пишет Вот тот же Который был За светильники Фито Ну и пользуйтесь Каменный век Можете вернуться Лучиной освещать Ну нет В каменный век Конечно мы вернуться Не хотим Но и слепо Тоже отдавать Бешеные деньги За лампы Которые имеют Тот же самый эффект Тот же самый результат Я например Не готова Мои деньги У нас такой регион У нас не так уж Много и денег Достаются они Большим трудом Не хочу кому-то дарить Конечно Это дело И вот хочу Про светильники Подвести итог Вот под этими Комментариями Как вы видите Какие ему разные Кто-то горой Стоит за эти Фитосветильники Хотя они стоят Бешеных денег А кому-то достаточно И ламп Вот таких Люминисцентных И вот мое мнение Все равно Я не отступаю Главное не лампа Можно и под простой Лампой вырастить Рассаду Если хорошо за ней Ухаживать Если хорошая земля Хорошая семена Будет солнышко То и лампа В общем-то Она и небольшой роли Играет Ну конечно Подсветка нужна Но какая именно Подсветка Я не думаю Что это так Сильно важно Так Татьяна Квалева Опять пишет Давно доказано Что фитолампа Это маркетинговая Обмана Я тоже пользуюсь Лампами дневного света То ли Опять еще один вопрос Подскажите Чем кормить Рассаду томатов Сейчас Ой Эта тема Вот вчера опять Про Подкормки Азота Или недостаток Фосфора Или чего Вам не хватает А если все хватает Зачем ее кормить Я вот Сегодня показывала Вот эту вот Рассаду Которую под Светильником Но у меня даже Мысли не возникает Подкормить ее Я подхожу на нее Толстая Здоровая Зеленая Зачем я буду Портить Жизнь Вот этими Всякими Добавками Какими-то И вот Пишут тут Опять Про светильники Но про светильники Я уже не буду читать Мы уже поняли Что Все люди Разные И А вот Про это Еще Не только про светильники Пишет Елена Свердкова Верткова Оля вы правы Может в синем Розовом свете Есть какая-то Особая польза Но не за такую цену Тем более И так хорошо растут И Дальше Наталья Петренко Пишет что Мы в квартирах Забываем о воздухе В душном помещении Рассада не растет А сквозняк вообще Противоказан С этой проблемой Как-то надо справляться Вот я ей пишу что Вы правы Наташа С первого дня Проблемы множатся Как снежный ком Не всегда людям Удается выполнить Все условия растения Они думают что Виноват светильник Не такой А на самом деле Может быть действительно Душно Сухость Вот это И я ей пишу Рассказываю Что я в позапрошлом году Хотела исправить Вот это вот Угодить своим растениям Чтобы сухости не было Духоты Стала регулярно Регулярно повышать Влажность воздуха И опрыскивала Прям них А вот так по воздуху ходила Чтобы не было душно Не было сухо Так увлажняло Что за это время Отсрели все наши вещи Даже в шкафах На моей шубе Я ее редко достаю Из шифонеры Обычно в пуховике бегаю После двух месяцев Такого увлажнения Появилась плесень Даже на подкладе Муж потом возмущался Хотел меня Вместе с моими растениями Выселить теплицу На постоянное место жительства Но дома Раз нам условия Не подходящие А там вот сидите И создавайте себе условия Так что тут Если сухо Им нам хорошо Если им делать Такую влажность Как им нравится У нас все отсыреет Может даже повезти Вот эту мебель Закорюжиться Потому что сильно влажно Ну вот в теплице Мы заходим же Там влажно Конечно в квартире Так нельзя Ну вот пишут Такая суша в квартире От радиатора С жаром Пышет Конечно для них Это плохо Все это Пишет Ирина Горшкова Очень верно Видела Как начинающие седоводы Покупали круглую фитолампу За 2700 рублей В приложение К семенам По совету продавца Чтобы рассада Была хорошей Это ужас Даже не задумывались Что если опустить ее Хотя бы на 10 сантиметров Над растениями Диаметр Достаточно освещенного Круга будет небольшой На рассаду просто не хватит Да конечно Их же надо много Вот у меня около 30 Где-то Я даже не считала Может 40 даже Потому что если стеллажи Вот четырехъярусные стеллажи На каждую полочку Надо лампу Светолампы то не накупишься Поддерживаю Пишет Юлия Иванова Обычно иллюмицентные лампы Освещающиеся Советских времен Рассада не вытянувшаяся И не бледными листьями Но зимой не удалось Получить цветочные кисти На томатах Но это уже там дальше Но она тоже говорит Что люминесцентные лампы Можно использовать Вот Татьяна Зубкова пишет У меня такая лампа На вопрос стоит Сколько расстояния Можно над рассадой выдержать Вот я поднимаю По мере роста У меня когда маленькая Я опускаю на 10 сантиметров Над рассадой Когда она вот только Выклевывается Чтобы ярко-ярко было Она как только начинает Врастать Я поднимаю-поднимаю Вот сейчас над большой рассадой У меня уже висит 15 Даже 20 сантиметров Они уже более крепкие Они толстые стволики И они уже не вытягиваются Ничего Вы сами смотрите Чтобы Они же не Не жгут Чтобы было достаточно Освещения Я вот начинаю с 10 Потом 15 До 20 Даже делаю Но это тоже Наверное у каждого Свой подход Каждый наверное Какое-то свое расстояние Вымеряет Потом У нас не нашла Такой сорт Пишет Юля Сазонова И Демидов тоже А вот Настеньку не нашла И многие другие Из прошлых роликов У нас не продаются Хочется сажать немного Но проверенные Урожайные сорта Будем искать Вам скорее всего Я вот Показывала Обратную сторону Этой пачки Надо наверное На сайте заходить Может быть они Как-то высылают Почтой Не знаю Но летом Наверное Еще и рассылки То нет Так пишет Ольга Татьяна Ольга здравствуйте Что делать дальше С петунией Первый раз садила Наличок У меня взошла Встала Ну маленькая совсем Чем-то ее подкормить нужно Все хотят Что-то подкормить Чем-то Не знаю Я петунию Вообще ничем не подкармливаю Я кстати про петунию забыла Завтра покажу У меня уже большие такие Сидят лопушинки Которые кот-то перевернул Я распекировала Я завтра покажу Постараюсь рассказать Сейчас тоже В рамках вот этого Опроса такого Быстрого Я не это Не смогу вам Подробно все рассказать Тут вот Людмила пишет Скажи Настенька Сажаешь по два По одному Или по два лунку Я сажу всяко Иногда по два лунку Вот в теплице Где много места Можно и по одному Посадить У них разные У этих способов Разные формировки ствола Я в том году показывала Если хочу покрупнее Я оставляю два ствола Остальные Как тоже посынкую А если не посынкую То оставляю все Тоже сейчас подробно Сказать невозможно Есть специальные видеоролики Если кого-то интересует Вот это прям прошлогодние Смотрите Нынче я еще не дошла Ни до высадки По два В одну лунку Ни до способов В формировке Вот этой Настеньки Демидов Семена Алтая Продают на Дальнем Востоке Посадила в первый раз Но зашли только Три штуки из восьми Пришлось подсадить Всю пачку Я в этом году Тоже купила Такие семена Как у вас Зашли только Двадцать Из двадцати Только семь Но Жалко конечно А у меня из пачки Зашло три штучки Это Не очень приятно Конечно Читать Что Не сходят у людей Семенки Такие сорта Нам нужны Пишет Наталья Петренко Про Настеньку Хочется выбрать Постоянные И выращивать Ежегодно Одни и те же Тем более Что свои семена Заготовить Можно Надоело Тратить деньги Силу на ерунду Вот я тоже считаю Я вот вам и говорю Что я подобрала Такие сорта Которые действительно Можно и семена Самим собрать И Они Не так Не очень Прихотливые И Ну короче Вот Меня они устраивают Во всем И я нынче буду рассказывать В видео обзоры Про всю эту серию Вот потому что Они на все случаи жизни Их и для торговли Хорошо выращивать Они Красивый внешний вид Эстетический За ними и ухаживать Меньше надо ухаживать И в теплице Можно рано высадить Они холодостойкие И в тоннелях Можно вырастить Но вот эти Сибирская серия Мне они очень нравятся Это вот все про это Про колорадских жуков Пишут А про травить Не судьба У меня Знаете У кого-то весна Как весеннее обострение Наверное по разному На людей действует Я сегодня вышла Весна Солнышко Я таскаю эти лотки Музыка играет Я аж в припрыжку Мне весело Улыбаюсь Зайдешь комментарии Почитаешь Сразу видно Что не всем так весело Вот люди сразу разделились На два лагеря Кто-то пишет Что Ой поздравляю всех с весной Желаем всем хорошего урожая Ой какая рассада красивая Видно такой Доброжелательность Прям позитив А один написал Сейчас я вам скажу Но это не мое слово Это его пишет Да Рассада то у вас говнецо И все Боготочие Я его удалила Мужу сказала Что прям так пишут Я говорю Да люди стесняются Прям так пишут Но если не понравилась вам Моя рассада Как вы говорите Ну говнецо Она может у вас лучше Ну зачем так писать то Ну весна на дворе Ну радостно все Красивые растения Там люди веселые Доброжелательные Так на этой ноте я закончу Я это Букву Г Удалила конечно его сразу Не дай бог Он еще какой нибудь Комментарий напишет Ну и знаете Вот такие комментарии Иногда почитаешь И думаешь Да Наверное весна Не на всех одинаково действует Кто-то Вот в такое Как Поднятое настроение Там веселье А у кого-то уныние И сразу задумываешься Что весной Да Много же обостряется Заболевания у людей Может быть Это пишут Комментарии Те у кого действительно Не сложилась судьба Какие-то поломанные судьбы Какие-то больные люди С такой подвижной Психикой Нервная система Но надо смотреть Больше на зеленые растения Надо работать в огороде И все это знаете Всю эту злость Как рукой снимает Устанешь Наработаешься И никакого желания Нет там Кому-то завидовать Или что-то Какое-то зло делать Все до свидания Желаю всем Хороших Посевов Рассады Чтобы никто не говорил Что наша рассада На букву Г Она у нас Очень красивая Очень хорошая И мы еще получим С нее огромный урожай Все Желаю всем успехов С вами Ольга